Бой будет на голых кулаках, чтобы сломать ему голову, а не кулаки об голову. Какой он? Ты думаешь, Ивана будет легче бить, что ли? Пальцы и кисти сломаются нафиг. Я это видел в фильме. Слава, скажи, вот у тебя все-таки будет бой со Штарковым или не будет? И вообще сейчас на какой стадии находятся переговоры? Или вообще что-то идет или не идет? Смотри на кичку. Ну, не знаю, какие переговоры. Они выложили пост, вызывают на бой. Я готов. А с кем бы тебе хотелось выйти по кулачу? А вот, например, тот же Дацик. Пожалуйста. Три по две. Если организация хочет пошуметь вот так, давайте я соглашусь. Ну, если мы договоримся об условиях, я согласен. Ну, пока никаких предложений нету. Ну, знаешь, Туркова, я понимаю, что это предложение может поступить в последний момент. Поэтому уже начинаю готовиться. Сейчас буду с Витей тренировать кулаки, потому что бой будет на голых кулаках. Чтобы сломать ему голову, а не кулаки об голову. Витя, ты у нас как человек, у которого невозможно уже сломать кулаки, потому что они все переломаны. Ты должен сегодня Славе показать несколько своих любимых упражнений. Можно будет ему укрепить кисти так, чтобы они не сломались в бою? Кисти любому можно укрепить. Надо заниматься этим. Как думаешь, можно будет Славе сделать кулаки, чтобы они в бою не сломались? Все можно сделать. Есть подготовленные и неподготовленные люди. Надо готовиться. Ко всему нужно готовиться. Поэтому время, место и Кислава будет готов. Кладешь, не разжимая кулак. Не разжимая. И не разжимая ставишь. Так другую руку. Так раз по двадцать. Они гнут скотчей. Вот, молодец. Пошел вперед. Вставай на кости указательно пальца. Потом на визину. То же самое. Катайся так кулаком. Вот. Не привычно. Дальше берем молоток, бьем он по пальцам. Пальцы привыкают к этой боли. И со временем они становятся бесчувственными. Их невозможно сломать. Покажи свои кулаки. А, можно еще. Горящие цепи обожженные. Витя, давай. Я пошел. Один таз с песком с обожженным. Сначала туда руки. Второй таз с цепью. Потом цепи поднимаешь. Горящие, горячие, да. А за дичей туда страсть? Туда жесткость руки. А, не знаю. Ну, придумал я прикольно покалечить. Я это видел в фильме Коготь тигра. Ну что, давай следующее упражнение. Простой. Стаешь. Вот так, на 10 пальцев. Стаешь 15 секунд. До свидания. Ты вечер с 75, стоишь 120. Стаешь на 8 пальцев. Стаешь 9 секунд. Стаешь на 6 пальцев. Стаешь 6 секунд. И если сможешь, ну ты, наверное, так не сможешь. Надо 4 секунды стоять на 4 пальцах. Да это какая-то пурга, товарищи. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. И пальцы, и кисти сломаются нафиг. Хотя бы на 4-х, постой без больших и все. Ну как вообще без больших, ничего белее. Я могу мизинец убрать. Лучше без мизинца. А, без мизинца, давай. Больших вот поедет в Казахстан вот так. То есть, если мы постоянно без больших, то слома поедет в Казахстан вот так ли. Давай, 5 секунд. Не раз, не два. Следующее упражнение какое? Берешь вот бревно. Поскольку бревно легкое, чтобы легко не было, делаешь там такую вибрацию до того, пока не забьется предплечья. Чтобы слома, у тебя пальцы были крепкие и никогда больше не ломались. Да, пургу какую-то придумали. Ну а как ты хочешь кулаки-то набивать? Ты думаешь, Ивана будет легче бить, что ли? Конечно. Там же бить, а не поднимать. А у меня и так палец вылетевший. А если сломаешь руку? А так сейчас... Да и хрест, что ли, я со сломаном, что ли, не дрался? Привет, Артур, бить, ирби его. Тебе это упражнение помогло, когда стал делать? Вообще на головах кулаках драться? Да, помогло. Я ни разу не выбивал руки себе за все время боев на головах кулаках. Просто, да, переставляешь. Вот. И на эту тоже встань. Ну, на кисть. Да, это пиздец. Это неудобно вообще. Некомфортно, да? Да. За сколько ты вообще своей кистью укрепил? Где-то месяца три. А за месяц можно? Ну, а если чисто на них внимание акцентирует, то можно, думаю. Натянул. И постоянно раздаливаешься. Больше проталкиваешься, не грешься, а про то, что главная задача не травмируется. Ух. А ты вообще хотел бы этот бой? Да, конечно, надо уже разобраться. Пора ответить за слова. Этот вообще бой, мне кажется, появился из одного слова. То, что он сказал, бой с тобой – это блевота, да? И после этого стало раскручиваться. Ладно, вот просто я как раз задавал в марте вопрос про датска. Я сказал, как вам бой, вы сказали, да это блевота. Вот и посмотрим, кого после боя ожидает или во время боя блевота. Ну, ты уверен в своих силах, что ты сможешь его одолеть на голых кулаках? По крайней мере, я приложу все силы, чтобы одолеть его. Сейчас будет комплекс упражнений в Семириозетском парке для бойцовской подготовки. Убражнение называется «Медвежьи подушки». Раздевают силу, координацию. Подсаживайся на ногах, Слава. И 13. 15 на ногах. 16. Молодец. Пускай. Погнали быстрее. Берем молот. Делаем 10 ударов. Десять раз, Слава, на каждую сторону. И раз. Красава. Четыре. Десять. Десять. Десять раз туда-обратно, да? Давай, 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 Слава, два раза осталось. Ускорение, 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 ускорение. Назад, Назад, Слава тянет. А, ты назад? Конечно. Ну, как кататься, Нитя? Кататься нормально, за хоржоку может отбивать, Слава. Семьей, семьей, переступай. И... Огонь. А, вот для кисти офигенное упражнение, кстати. Я правый даже не удержу. Держи, держи, давай, 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 делай. Палец вылетает. Делай, Слава, делай, до верху. Давай, 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 давай. Левое отремонтировали, кстати, нормально левое. А правое вообще никак палец. Палец, блин, как здесь. Не, чувствуешь руку вообще? Кисти, пальцы. Да, закрепощаюсь. Ну, и у меня есть палец. Я не знаю, он даже или лучше, или на место встал. Предплечье, это еще так же, как кронодочные мышцы. Одни из самых выносливых. Их прям надо бомбить до отказа. А что тут самое сложное по силовым? Самое интересное в аргусиле. Андрею, что подсказать? Вот тоже на стабилизатор. Вроде легко. Ну, надо попробовать. Полетело. Сейчас ты с ней будет ее. Вроде лёгкий, да. Надо расслабить голову. Голову расслабим. Слава, ты что делаешь? Не, 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 подожди. Это как бы на самом деле сложное упражнение. Не надо, просто надо поймать это как бы все. Спокойно. О, спокойно, спокойно. Тут по первости... Ты как бы всем хвостил. Ну что, Слав, тяжело? Ну, ну, то что тяжело, сложно. Ты его трясет, непонятно так. А ну, Витя, давай ты. Интересное упражнение? Ага. Хотя тут 40 килограмм. Но из-за конструкции... Про сход сложности. У нас трекур делали по 100 раз, ребят. Я где-то 16 делал. Крутая штука. Крутая штука у меня. Я чуть-чуть делал, у меня мышцы гореть начали нормально. Не, ну давай, ладно, попробуй. Ну что, Колян, показывай мастер-класс. Тут уже чисто векте. Техника работает. Патлянка. Контроль. Гантели, наше все. Надо работать с гантелями, с разноименными упражнениями, с жимами разноименных рук. Когда человек работает с разноименным жимом, когда мы делаем отдельно одной рукой грубой, отдельно другой рукой загружаем, то мышцы, даже при одинаковом весе, включаются почти на 30% больше, чем когда мы жмем там одноименно двумя руками. Вот результат, стабилизатор работает. Тоже угол, смотри. Только не улети, Солова. Смотри, угол тоже можно регулировать. А что, прикольно? С тротосферой. Машина. Между ворот зашло. Коля, ты как тренер Славы, скажи, он готов к бою со Штырковым? И если нет, то что еще для этого нужно? Ну, по сути, у нас все есть для боя со Штырковым. По поводу подготовки. Единственное, как бы, чуть времени на укрепление самих кистей. Кисти, пальцы, кулаки. То есть для голых. По боксу мы готовы ходить хоть завтра. Слава бьющие. И на победу у него всегда есть большие шансы. Поэтому сейчас у нас хорошая была работа с выносливостью, силовой выносливостью. И на Слава готов на всю дистанцию. Поэтому у него есть огромные какие-то свои плюсы, которые мы учимся использовать. И Слава ни для кого не будет, скажем, проходным соперником или легкой прогулкой. Поэтому он в любом случае выпьет крови очень много. Виктор, доволен сегодня своим учеником? Не особо. Почему? Потому что у него то палец болит, то еще что-то. Ленивый он. Филонит, да? Филонит, да. Он идет меня бить, я погнал. Витя, я еще знаю, что ты сейчас стал проводить персональные тренировки. Расскажи немного об этом. Да, я в Москве начал проводить персональные тренировки по ММА, кикбоксингу, самбо. Кому интересно, пишите мне в директ, пообщаемся. Блядь! Понравилась тебе сегодня тренировочка легкая такая? Да нифига себе легкая. У меня все зануло, все заболело. Загрузили после основной трени, еще такая трения. А это называется выходной день. Да ну его. Ну, короче, блин, не издеваются надо мной, как всегда. Яша в своем репертуаре. Но, Яша, ты главное знай, рано или поздно я тебе отомщу. Ну, топи, да. Так? Я vector выше. Продолжение следует...